Итак, пойдем дальше. Окей, значит в игре есть такая метода, что если вы не используете, ну вот эти вот контрольные точки, костры, то ваш множитель получения душ, вот сейчас я его грохну и справа отобразится сколько душ мне дали за его убийство. Вот, плюс 50 опыта и скейл там был 1.23 по-моему. То есть коэффициент приращения. Так вот, если мы не используем эти костры, этот множитель постепенно растет, то есть мы получаем больше опыта. Эпс, эпс, эпс. Вот, 1.24 стало. 1.26, ну и так далее, понятно. Как только мы заюзаем костер, этот множитель коэффициент обнуляется. Ну, то есть не обнуляется, а ей становится единичкой. Тем самым нас как бы бонусируют, не используют часто контрольные точки. Но можно использовать их вот просто нажав. Вот у меня на T назначено. Тогда мы сбросим коэффициент. А можно нажать shift и нажать T. То есть мы как бы сохранимся в этом месте, но при этом множитель у нас останется. Ладушки. Это все такие нюансы, которые первый раз не знаешь. И потихонечку изучаешь. Ну, можно вот так за ним бегать. Можно сделать вот так. Энергетический осколок, окей. Игра, конечно, красивая. Красивая. Виды шикарные. Ну, игра качественная сделана. Что и говорить. Особых багов я не наблюдал. Чуть не проворонил тебя я, парень. Айч. Айч. И добиваем. Боевка тут реализована очень качественно и в некоторых случаях и местами, я бы сказал, даже лучше и интереснее, чем в дарке. Айч. 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 Подарок отсюда, чтобы я помнил о своих грехах. Пожалуйста, опусти пока топор. Найди себе лекаря. Надо, чтобы тебя кто-то подлатал. Ты так долго не протянешь. Айч. Я тут и был лекарем. В том-то и ирония. Тогда у тебя есть все необходимое? Да, все, что нужно, лежит в лаборатории, но там полно роберов. Какая разница, от этого все равно я не смогу добраться. Держи зелье. Хорошо, полегчало. Окей. Еще раз поговорим. Спасибо. Если мы выживем, то, надеюсь, встретимся в цитадели Замкового Камня. Мы действительно с ним встретимся. И не раз, и это очень довольно-таки полезный персонаж в дальнейшем. Окей. Пошли сюда. Тут вот такие паучки. Тусятки, которые нас отравили, заразы. Которые травят и дамаживают не по-детски. Бочка, перестань. Тут поначалу есть смысл собирать вот эти вот осколки всякие, потому что они в дальнейшем пригодятся. Парень, ты спиной стоишь или нет? А, нет. Я говорю, они такие... Непонятные, что непонятно, что. Теперь это у них, где зад. В общем, ладно. Прогуляемся здесь немножко. Там лучше стоит, наверное. Которые еще и гензальчиками умеют. Эй, я бэкстап. Не надо. Тут вот перекаты слегка кривоватые. Особенно, когда нацеливаешься, когда лочишь противника. Не знаю, может, у меня так работает кривовато. Ладно. Так, куда мы шли-то? О, господи. Тут в этой игре... Игра, в общем-то, коридорного типа, так скажем. Очень много коридорных локаций. Ты, уходи прочь, не тронь меня. Не хуй меня. Я не собираюсь тебя убивать. Что ж, благодарю. Но твои отметины, лицо. Мне страшно, понимаешь? Тут повсюду полно демонов. И если хочешь жить, беги. Все спрятались в цитадели. Наш предваритель, Антанос, поклялся, что будет ставить мюнкоп. Но я не могу искать метки, пока вокруг все кишит чудовищами. Я в западне. Постараюсь не пропустить этих меток. Смотри, вот эта штука поможет тебе найти метки Антаноса. И всего три, как я знаю. Пожалуйста, постарайся. Если поможешь мне, я дам тебе что-то полезное. Вот. Путеводный амулет Антаноса. Я, честно говоря... Ну, это кольцо, грубо говоря. Я, честно говоря, не совсем... Выяснил, зачем он нужен. Ну, попробуем выяснить в этом прохождении вместе. Окей. Значит, он нам дал задание найти три... Три метки, оставленные кем-то там, для чего-то там. Непонятно ничего. Ладно. Не суть. Идем дальше. Насколько все-таки вот эта техника, удар с разбега, эффективна в этой игре. Я, когда начинал, я этого, естественно, не знал. Вот. Я бью обычными ударами, и вторым ударом промахиваюсь. Первым попадаю, а вторым уже нет. Но вот эта техника... Ну, вот эта техника, удар в прыжке, она работает как надо. С добиванием, конечно. Окей. Нам дали доспех, симметрия. Ну, он тяжелый. И с ним мы... Хотя... Да ладно. В симметрии нормально перекатываемся. А, не, не может быть. Не, вот. Я даже не могу перегрукнуться, потому что перегруз, вот. Внизу. Красное все. Нет, конечно. Отваги-то не могу. Так, я вот так вот сделаю. Наверное, пока что. Мне эта симметрия, честно говоря, не особо нравится. Я думаю, что пока и так справлюсь. Так, и вот здесь где-то есть одна первая метка. Стоп. Где-то здесь было. А, вот здесь. Ее нифига не видно. Но она здесь есть. Вот ее надо активировать. А, вот здесь. А... Давай. двуручный топор грабителя такой топорик два удара и стамины нет ну мне такие не очень нравятся честно говоря я хочу топорик кстати говоря почему не с весом делится так ладно сюда здесь вот вторая метка есть так откроем шорт катик то что бы прям шорт но врагов поменьше на пути с кем разговариваешь по ай-ай-ай-ай Какой-то гад. Летим. Девятая ночь. Как же Рогером ударлось проникнуть внутрь священных стен замкового камня? Они появились буквально... И теперь их на кладбище просят. Короче, я не успеваю читать. Поэтому эти звуковые файлы я читать не буду. Вот, эти сундуки, они вот с таким клеймом открываются при помощи рун. Вот этих вот. Запечатанная рунная малая. Поэтому они нам и нужны. Так, забираем. И что у нас тут? Живые стихи и осколок с очком показателя. Отлично. Живые стихи. Ну, это только так. На грудника нет. Ладно. Ты умри. Вот тут камера. Камера в помещениях ведется... Неадекватно. Не должным образом. Так, тут что-то еще было. Вроде бы, да. Вот здесь проход еще куда-то есть. Но почему-то заперто. 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 Почему заперто? Не знаю. Где мы пришли. А. Можно пойдем дальше. Дръчатку далек. Стреляющую. Вот так вот. Ну, она, в общем-то, интересное решение. Но, по большей части, не особо полезное. Блин, у меня эскуса нет. Сейчас мне крохнет. А лечиться мне нечем, потому что магию... А, вообще-то нет, есть. У меня маны нет, блин. Надо добежать, не сохранял. Блин. Ух, ты, ух. Видеть! Где он? Где что? Уходи, ты твоя дело. Они лжицы, даже хуже. Они украли у меня сокровища. Это дверь в края, в которые иначе не попасть. В края секретами. А где секреты, там власть. Когда из ниоткуда появились рогеры, я как раз туда собиралась. Почему-то думаешь, что портал еще тут. Так сказано в книге родства, а эта книга не лжет. Ты уверен, что эти монахи тебя обокрали? Я их всегда считал книжными червями, а не грабителями. Не включай дурачка. Люди здесь такие же мерзкие и подлые, как и снаружи. Уверена, что их спаситель Антонос этому попустительствует. Они годами обирали крестьян. Думают, что об этом все забыли. Думают, что об этом все забыли. Думают, что и вправду, бла-бла-бла. Ошибаются, я знаю, что они сделали. Ну, это монастырь и женщинам вход закрыт. Преступникам тоже, но ты ведь здесь. Эй, проскипал. Ну ладно, в общем... Пока что ничего интересного. Так, ладно. Надо распределить очки. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Так, наверное, надо на... Хотя... Надо веру качать. Выносливость надо качать. Показатель. Показатель. Еще один есть. Коэффициент сбросили. Ну и ладно. Вот этот бэкстап попором тоже. Весьма привлекательным. Башни, какие-то горы. Где это вообще? Кто это? Что это? Что за местность? О, могущественный Антанас. Я нашел упоминания о владыке. Прославивающемся прочностью своих доспехов. Его щит также обладал удивительной силой. Они укроют меня от зла, потому что... Неудивительно, что твои солдаты без колебаний следовали за ним. Перестань! Бой закончен. Короткий меч. Смертоносная тайна. Короткий мечи для класса... Для... Ну, кто ловкость качает. Для ловкачей. Хотя нет. Этот... Этот... Этот нет. Этим даже я могу пользоваться. Сколько у него урона? Смертоносная. 17. Ну, попробую. Ну, я не играл короткими мячами, поэтому... Скорее всего, я буду лажать. Скорее всего, буду лажать. Сундучки тут-то, конечно, красивые тоже такие. Причем, они разные. Вот сейчас мы как бы в мире, ну, в нашем мире. В мире людей. Они тут... А, вот Кирасу дали живые стихии. Теперь сад есть. Живые стихии. Вот так вот она... Выглядит. Вся в сборе. Ну, ничего такая. Хотя... Там дальше есть намного... Красивее. Доспехи. Так, где мы вышли? Здесь есть последний знак. Да, вот он. Вот, и надо сходить обратно к тому монаху. Соседи, вы козлы. Не в курсе. Так, где он был? Как бы это еще вспомнить. Помнить. Где-то здесь, что ли? Да, ой. Нет, здесь. Ну, как же то? Как где? Идет, блин, я опять... Здесь, конечно, локации заблудиться, как два пальца. Об асфальт. Вот он. Да, 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 да. Я нашел все. Пошли, покажи. Есть и другие убежища. Но я думаю, что кто-то смог до них добраться. Молюсь о душе погибших. Мирские богатства им больше не нужны. Вот это может тебе... Поможет тебе туда попасть. Я пошел сохранить... Это меня судья демонов. Бла-бла-бла. И он нам дает амулет. Я сказал, дает амулет. Компас. Значит, это колечко, которое позволяет обнаружить тайники. При приближении к тайнику она начинает издавать такие специфические звуки. И ты понимаешь, что где-то рядом тайник. Но я вот его надел. Сейчас где-нибудь. Вообще, вот при первом прохождении это колечко весьма полезно, на мой взгляд. Там, конечно, и куча других полезных есть колечек. Но это тоже весьма своеобразное и оригинальное. Потому что секретов здесь хватает. Я не скажу, что переполнена игра секретами, но они тут есть. Так, но это еще не все. Это еще не все. Вот. Звук. Секрет. То есть в этом месте где-то есть секрет. Ну, вот все, мы отошли и звук пропал. Значит, здесь что-то нужно сделать. Что нужно сделать? Ага, вон что-то лежит. То есть надо туда спрыгнуть. Аккуратненько так вот. Хоп. И забрать. Ключ от башни. Окей. Блин. Получила. Давай вот так сделаем. Нет, 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 нет. Блин, этот меч не пойдет. Те, что мы его полдня будут. Дамажить. О, она видишь, что делает? Гаденыш. Блин, он меня убить тут может вообще легко. Так, надо. Заканчивать тупить. Начинайте играть. Как надо. Да, то я тут сейчас буду дохнуть уже. На первых врагах хорошо, конечно. Так вальяжно разгуливать. Но потом уже начинается. Серьезно все. Особенно пока оружия нет нормального. Так, нам вообще-то... Так, что-то тут было. Тут сундук. Двуручный молот шипастый. Ну, мне этот муфсет не особо по душе. Хотя, вот этот удар, конечно, замечательный. С разбегу, который... Ну, он больно, он медленный. То есть, я бы понял, если бы этот шипастый двуручный молот вот сейчас, ну, наносил урона, ну, скажем, не знаю, 150. Тогда да. Но с таким уроном и с такой скоростью как-то... Не знаю. Навряд ли. Хотя, вот, в лордах предпочтение, на мой взгляд, все-таки отдаётся именно тяжёлому оружию. То есть... Оно здесь... Приоритетнее лёгкого. Я не угру, интересно, если туда скорби. Ну, нет. Так, нам вообще вот не туда надо было, а вот сюда вот. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Но это бэкстасс, которого не видно. Из-за камеры. А зато вот так видно. Вообще, этот топорик весьма неплох. Так, кстати, я забыл сходить... Э-э-э... Ещё в одно место. Э-э-э... 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 Э-э... Э-э... Э-э-э... Э-э... Э-э... Э-э-э... Э-э... то есть сундуки отличаются в нашем мире они вот так вот выглядят как выглядят кстати вот этот топор рок он очень не дурён правда меня на него силы не хватает чуть попозже его поюзаем наверно потому что не поюзаем не знаю даже посмотрим так так вот в этом месте перчатки может пригодиться конечно поможет решаешься ладно пойдем пока туда сходим пока ман восстанавливается сволочуга так так стелс ай ну парень ну почему что такой не стелс так заковыряем не бэкстабы здесь конечно чудненькие так так ты сдох или не сдох по моему зараза так так что-то еще дадут сейчас чудали горячая кровь легкий доспех ну неполный да вот этот кинжал едки это это в общем это той девочки девоньки которую которую мы повстречали она его потеряла а мы его нашли так ты умри надо вернуться все таки туда где где крейдель стоит попробовать его заколбасить потому что там сундук есть и в сундуке в этом по моему что-то бесполезное решить или наоборот посох и ну такси посохом я пользоваться не буду сразу говорю я буду пользоваться в основном топорами и мечами мечами большими ну одноручными двуручными дубинами еще возможно молотами некоторыми ну естественно самыми лучшими что же я буду а вот это вот так открывается все правильно так все теперь нам надо выход отсюда найти вот почему я говорю нам надо у меня это все время бесит самому бесит когда так говорят а сам сам продолжаю так говорить мне надо не на кому нам что я попробую исправить прилипучую привычку в общем фляжек у нас нет поэтому надо сделать вот так кроме того в общем он что-то тут болтал болтал ничего полезного они не скажут все равно ничего мы и не пропустили так чем не надо мне надо очко заклинание мы конечно потом найдем может не стоит на них тратиться что в опыт все сливать я так и сделаю вот так вот вот видите бочка стояла видите видите ну да не хочешь мне помочь я ищу кинзал попадался кажется я нашел гравировку кажется ним на портал как только смогу и шифровать поскольку катакомбе мне больше не нужно что-то там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла ну ладно ключ от катакомб она отдала окей все значит дальше Второй босс На очереди Он тоже дропает Уникальное оружие При условии, если его не блокировать Я не буду этого делать Буду обычным способом с ним биться Он все равно отдаст свой щит Но только без уникального свойства Которое в принципе нафиг не надо Еще тут есть статуи Вот три статуи Вот это с кинжалом Вот этот с мечом И с молотом Значит Мы подобрали в начале игры Предмет Как он там назывался Это можно посмотреть прямо сейчас Осколок героев, да Вот я о чем говорил То есть я паузу нажал, но По мордасам все равно получил То есть пауза Пауза не спасает от урона Поэтому Никакого читерства Вот этот осколок героев Надо Во время боя Вложить в одну из статусов В зависимости от того В какую статую Вложишь Выпадет Уникальный Ну как выпадет Босс сломает эту статую И Там появится Уникальное оружие Ну Уникальное, да Очень С очень Неплохим Уроном И все Такое Прочее Ну вот В общем-то Командующий Такой Вот Босс Вот у него Щит Вот этот Щит Он и Он и Дропнет Если его Убить Его Не блокируя Ну Он 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 Будет Делать Атаку Эту Щитом То есть У него Есть Атака Щитом Уникальная Которая В принципе Нафиг Не нужна Пипец Ну Я не успел Ай-яй-яй Не успел Или успел Ну В общем По половине Успел А Нифига Не успеваю Ладно От него В принципе Очень просто Уворачиваться От всех Вот так А Вот Уникальная Атака Его Посылает Такие Как сказать Призрачные Призрачные Щиты Вперед Хе-хе-хе Эй Да как ты Дотянулся Тонат Парень Вот На мой взгляд Босс был бы Ну Можно было бы Усложнить Босса Если бы Он Когда вставал После Своей Блокады Раскидывал Эти щиты По сторонам Если бы Они Дамажили Хотя Надо посмотреть Может они И правда Дамажат Я просто Слепой Вроде бы Нет Те Призрачные Щиты Когда После Которых Он Встает Они Вроде Б Крона Не Наносят Ну Вот Это После Этой Атаки Его Можно Один Раз Ударить Два Раз Уже Не Успеваешь Ну Этим Оружием Конечно О Глухая Защита Пробить Нельзя Нет Такой В общем Босик Он Совсем Не Сложный Если Сравнивать С С Дальнейшими Так Скажем Но Достаточно Интересный Погибнуть На нем Вполне Можно Нано Вот Это Тоже Урон Не Наносит Он Хоть Отбрасывает Тя Назад Но В этом Боющая Фича Есть Одна Такая Что Если Ты Не Успеешь Умень Врагов Определенное Количество Ну За Определенное Время Вот Этих То Босс Встает И Тебе Придется Биться Уже С Двумя Или С Тремя Противниками Я К счастью Успеваю Хотя Можно И с тремя Одновременно Биться Это Не Слишком Сложно Вот Эти Вот Эта Его Атака Если Она Попадает То С С С Неба С Валятся Валятся Такие Дождь Магический Дождь Она Болезненная Достаточно Ладно Все Парень Хорош Смотри Не Хочет Ай Хорош Хорошо Вошло Глубоко Сила Команду Еще Ок Ну Давай Оживай Так И Где Лут Вот Лут Собственно Щит Команду Еще Наконечник Стрелы Какой То Еще Непонятно А Кулак Вот Этот Чит Команду Еще Но Он Без Без Уникального Свойства Требу А Я Не могу Пользоваться Еще Ну Ладно Потом Покажу Хотя Там Особо И Показывать Нечего Ну Все Второй Босс Пройден Серию Закончим Увидимся В следующий Пока Продолжение следует